Что касается захоронений, ничего понятно? Нет, ничего не понятно, еще не видели. Все уже вынесены. Во время строительства, если оно разворачивалось высоко, использовали ответственные лестницы. А чтобы поднять хозяина дома, использовали подъемник. Перед вами Некрополь, вернее, один район города, элитный. Там все рядом с театром. И это не единственный Некрополь города Маура. Левее от нас, за вот этим полником, есть еще морской Некрополь. Правее, за вот этим полником, речной Некрополь. И перед вами, скажем так, самый элитный район города Спящих по тем временам. Повторюсь, потому что он соседствовал с театром. Литийцы обеспечивали своих заснувших во всей второй жизни всем необходимым. И развлечениями тоже. Считаю, что жители второй жизни замечательно видят пространство жизни первого. Этого преимущества не имели те, кто живут в первой жизни. И если они располагались в своих жилищах рядом с театром, они имели возможность наблюдать их представления, которые сопроводились в театре. А театры литийцы строили точно так же, как и греки. Времени впоследствии их чуть-чуть обустраивали под свои спектакли. Особо архитектуру не меняют. Поэтому они и похожи. Первая составная часть любого театра – это зрительный зал. Его всегда строили в виде полукруга. И этот полукруг всегда опирали на рельеф местности. Потому что всегда учитывали себя изменить этого региона. Вместимость зрительного зала театра рассчитывали на треть жителей города. Пространство зрительного зала с сидящими местами до вот этой полосы горизонтальной, которую делали в зрительной раме. В виде галереи, коридора. Заметили? Диазона. Вот эта часть театра, был диазон, до галереи горизонтальной, была построена в литийские времена. Потому что ремени в поскольку пожелали увеличить уместимость театра. То есть необходимо было дальше достроить сидячие места террасивных по склону. А угол склона уже тогда был неудобен. Ремени поступили очень просто. Сверху, тоже в виде полукруга, построили одну галерею. Перекрыли ее бачкообразно. Край галереи наверняка видите с этой стороны, да? А бачкообразное перекрытие этой галереи послужило основанием для строительства новых зрительных видов.